Преподобный Серафим Саровский говорил, что существуют три пути спасения, на которые не должно выходить без особого призвания свыше. Это затворничество, настоятельство и юродство. Подчеркивая уникальность и многотрудность подвига юродства, Великий Старец говорил о том, что истинных блаженных и Христа ради юродивых бывает мало. Большинство из них, бродящие по России, взявшие самопроизвольно на себя этот великий и тяжелый подвиг, порочные люди, руководимые врагом человечества. Но истинные блаженные узнаются по необъяснимой на словах чистоте и святости взора, проникающего в сердце человека, по образу их жизни и в особенности по неподражаемости речи, которая у всех одна. Действительно, юродство Христа ради – один из самых редких и сложных видов христианского подвижничества. Этот подвиг принимали на себя по особому благословению ревнители благочестия, божьи избранники, у которых вся деятельность Духа была сосредоточена только на том, чтобы распять плоть свою со страстью и похотью. Стать выше своей чувственности, покорить высшему духовному закону все порывы, поврежденной грехом природы, чтобы по мере сил постепенно, возрастая духом, всецело жить в Боге и для Бога. Юродивые или блаженные, как их еще называют, шли путем крайнего самоотречения, выдавая себя за людей, лишенных здравого смысла, отрешаясь от общепринятых правил и обычаев мира сего, эти мнимые безумцы совершали величайшие подвиги. Подобно древним пророкам, обличали всякую неправду в людях, без различия их звания и положения в обществе, возвращали погибающих на путь истинные добра, раскрывали сокровенные тайны человеческого сердца, исцеляли физические, а более духовные недуги, пророчествовали о событиях, касающихся не только жизни отдельных людей, но и целых государств, а иногда и всего мира. Известно, что далеко не все подвижники благочестия наделяются такими дарами Духа Святаго. За полное самоотвержение, за совершенное исполнение евангельских заповедей, юродивые получают как награду и в то же время как особый подвиг служения людям, обильные благодатные дары. Своеобразным введением понимания подвига юродства служат слова святого апостола Павла. «Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веки семь, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано. Уловляет мудрых в лукавстве их. И еще Господь знает умствование мудрецов, что они суетны». Послание к Коринфянам. «Чтобы ни во внутренней, ни во внешней своей природе ничего не слышать, никаких движений не ощущать, кроме одной мысли о Боге». «Это добровольные мученики, постоянно умиравшие для мира, плоти и дьявола ради жизни во Христе». «Главными заповедями в законе Божьем являются, как известно, заповеди о любви к Богу и ближним. А одно из главных христианских добродетелей – смирение. Неродевые стали наиболее совершенными их исполнителями. Ради любви к Богу они терпели всякого рода злострастия, злострадания. По слову «блаженны вы, когда будут поносить вас, игнать и всячески неправедно злословить за меня» – Евангелие от Матфея. «В этом блаженные подражали самому подвигоположнику, Христу, а также его апостолам. Мы сделались позорищем для ангелов и человеков. Мы безумны, Христа ради, а вы мудры о Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как ссор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне». Послание к Коринфе. В этих качествах и заключается совершенство смирения, чтобы не только без внутреннего возмущения, но с радостью и благодарением переносить клевету, напраслену, разного рода насмешки, досаждения от окружающих. Многие из еродивых добровольно принимали на себя образ людей неблагопристойных, блудников, воров, злодеев, умалишенных, не будучи таковыми в действительности, чтобы, претерпевая злословие и поругание, умертвить в себе ветхого человека и облечься в новому, чтобы уподобиться виновнику нашего спасения, Господу Иисусу Христу, сораспяться с Ним и уже здесь, на земле, стяжать Царствие Небесное, которое внутрь вас есть. Евангелие от Луки. Конечно, человеческими только силами невозможно совершить этот подвиг. И ступали на путь юродства, как уже было сказано, только по особому призванию Божию, когда сам Бог благословлял и утверждал подвижников на этом пути. Все святые явно ощущали в себе действие благодати Святого Духа, и в этом черпали силы для несения от своего Христа, когда уже не я живу, но живет во мне Христос. О юродивах вполне можно сказать, что они имеют ум Христов. Послание к Коринфянам. Из аскетики известно, что от чистоты и светлости ума зависит чистота и святость сердца, а также правильность действий воли. «Если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло» Евангелие от Матфея. Через стяжание таких высоких добродетелей юродивы могли осуществлять в своей жизни евангельское служение ближним, образумлять бесчинных, утешать малодушных, заступать немощных. Юродство – это есть своего рода военная хитрость против демонов. Кто победил страсти, тот поражает демонов, притворно показывая, что имеет страсти, и тем обманывает своих врагов, оставаясь неуязвимым для них. Победив страсти в себе, блаженные помогали другим осуществлять эту борьбу и многих спасали от духовной гибели. Служение ближним является главной добродетелью христианства, по слову, «Никто же своего си доищет, но ежи ближнего кейжда» Послание к Коринфянам. В основе юродства Христа ради лежит ощущение страшной виновности души перед Богом, не позволяющей ей пользоваться всеми благами мира сего и побуждающей ее страдать и распинаться со Христом. Сущность этого подвига – в добровольном принятии на себя унижения и оскорблений, для достижения высшей цели смирения, кротости и благости сердечной, и тем самым для развития любви, даже по отношению к врагам и преследователям. Это борьба не на живот, а на смерть, не только с грехом, но и с самым корнем греха – самолюбием, во всех его тайных и скрытых проявлениях. Иными словами, это полный отказ от собственного человеческого достоинства и даже от всякой духовной ценности своего собственного существа. Смирение, доведенное до героической степени. Когда же впервые появляются Христа ради Еродивы? Церковная история указывает на времена Святого Равноапостольного Константина Великого. Это 4-5 века, когда христианство становится государственной религией. Большой приток язычников в среду христиан стал причиной оскудения нравственного идеала, нравственной чистоты в членах христианской церкви. Поэтому святитель Иоанн Златоус писал, что самое большое гонение на христиан – это отсутствие гонения. В это время взамен мученичества на передний план выступает подвижничество и как высшее его проявление – юродство Христа ради, которое называют еще бескровным мученичеством, поскольку борьба со страстями и духами злобы требует постоянных усилий и великих трудов. По учению святых отцов «Отдай кровь, приими дух». Первые блаженные – преподобные Серапион, Синдонит, Виссарион, Симеон Юродивый – были из числа египетских пустыножителей. Если говорить о России, то вместе с православной верой различные виды подвижничества и благочестия, в том числе юродства Христа ради, были заимствованы нашими предками из Греции. На Руси, как ни в какой другой стране, этот подвиг получил небывалое распространение и исключительное значение, чему способствовали исторические особенности и склад жизни древнерусского общества. В условиях притеснения бедных и слабых, богатыми и сильными, разного рода неправды, беззакония, юродивы становятся истинными печальниками русского народа, пользуются его искреннейшей любовью. Не только простой бедный люд, но и князья и цари почитали юродивых за их подвиги и высокие добродетели. Многие из блаженных удостоились прославления в лике святых. Прокопий Устюжский, Николай Качанов, Василий Московский, известная подвижница XVIII века Ксения Петербургская. На Руси временем расцвета подвига и родства стал XVI век. Почему же именно на Святой Руси так почитали юродивых? На этот вопрос объективно ответил французский исследователь России XIX века Леруа Балье. Русский народ – один из тех немногих народов, которые любят то, что составляет сущность христианства – крест. Русский человек не разучился ценить страдания, он воспринимает его силу, чувствует действенность искупления и знает вкус его горькой сладости. Любовь ко Христу и к его кресту – любовь до смерти, с желанием как можно больше ему подражать, живет в сердце каждого русского, сознательно утверждающего свое христианство. У юродивых эта любовь доведена до самых крайних пределов. Презрение к форме, ко всякой мере, жажда абсолютного во всем, ненависть ко всякой прилизанности, ко всяким общепринятым правилам, к мещанскому духу, где бы он ни проявлялся, получает в юродстве самое полное выражение. Все это попирается во имя Христа и его правды. Вспоминая дивеевских юродивых, нельзя не упомянуть о существующем предании, что к дивееву блаженные не переведутся. История обители подтверждает этот факт. Начало подвигу юродства было положено блаженной Пелагии, получившей благословение на этот путь от преподобного Серафима. Из летописи монастыря известно, что во времена Иосафовой Смуты юродствовали и другие дивеевские старицы. Просковья Семеновна Милюкова, Евдокия Ефремовна. В это же время несет подвиг юродства блаженная Наталья Дмитриевна. Дивеева действительно никогда не оскудевала блаженными. После смерти блаженной Пелагии второго Серафима на ее место заступила блаженная Паша Царовская. По духу Третий Серафим. После нее главным духовным авторитетом пользовалась блаженная Мария, которая была дружна с дурачком Анисимом. Называла его своим женихом. В советские годы в Дивеево и его окрестностях странничала блаженная Анна. Последние годы жила в домике по улице Лесная вместе с бывшими монахинями разогнанного монастыря. Можно сказать, образовался целый собор Дивеевских блаженных. Трое из них, Пелагия, Пороскева и Вария, в 2004 году были прославлены в лике святых. Их мощи почивают в Казанской церкви Серафима Дивеевской обители. Если в настоящее время блаженные в Дивеево, как общепризнанные – нет. Может быть, они скрыты от нас. Известно, что в последние времена праведники не будут обнаруживать себя среди людей. А может, мы не имеем таких наставников по причине оскудения духовной жизни. Ведь для нас, людей, приземленных и прагматичных, часто очень трудно, а то и вовсе не под силу уместить высоту евангельского и святоотеческого учения. Как бы там ни было, хочется верить, что в душе русского человека всегда будет жить любовь к Высшему, Небесному, ко Христу и Его Царству, которое не от мира сего. И, конечно же, к Божьим людям. Источник Дивеевские, Христоради, Юродивые, Пелагия, Пороскева и Мария.